Всем привет, друзья! Друзья, подписчики, ну и, конечно, зрители. Как не я вам расскажу много чего интересного, а самое главное, поверите вы в это или нет. Просто множество подписчиков нас смотрят и удивленно задумываются, а что происходит. В общем, давайте ставьте лайк, подписывайтесь, ну а мы начинаем наш удивительный момент. За последнее время наше путешествие заключалось во всем, друзья, событиям. Мы были и там, мы были и здесь, но я не буду именно где говорить. Мы видели несколько удивительных фрагментов неопознанных летающих объектов. И знаете, что самое интересное? Вы думаете, я шучу? Нет, друзья, я не шучу, а лично я расскажу про эти необычные тайны. Ну а вы, пожалуйста, сядьте повнимательнее и возьмите с собой хоть что-то. Чай, кофе, попкорн, не важно. Ну и что, начинаем. За последнее время наше путешествие было во многих интересных регионах. Самый регион интересный это был, друзья, как вы думаете? Правильно, Алтай, Кавказ, Урал. Мы там были. Но самое интересное то, что это не горы и не какие там события, а что-то поинтереснее. Поинтереснее то, что там происходило. Мое мнение, конечно, останется при себе. Но лично я вам расскажу то, что мы, когда приехали туда, это было в 2019 году. Да, Алтай, а не про Урал и не про Кавказ. Мы приехали туда, друзья, и увидели несколько удивительных фрагментов. Когда ты едешь по дороге, ты видишь множество заброшенных деревней. А самое главное, как будто там Советский Союз где-то 5 лет назад еще и был. Но ситуация, конечно, выходит из-под контроля, когда ты въезжаешь в этот участок. Тебя встречают люди в военном форме. И начинают расспрашивать, какая цель, фамилия, имя. И начинают проверять паспорта. Ведь множество событий, конечно, остаются в таком необычном фрагменте. Но нас, друзья, это не останавливало. Нам надо было взять пропуск, специальный пропуск разрешения администрации, чтобы мы въехали в этот участок. Но этот участок охраняемый военный. Его просто так не получить. Нам пришлось, конечно, чуть-чуть повозиться, несколько недель там переночевать, в этом недалеко от этого места. И нам дают добро. Но нам дают человека, который будет нас сопровождать и показывать то, что не мы хотим, а он или они захотели. И, в общем, мы расспрашивали этого человека. Ему заплатила администрация хорошую сумму, чтобы эти необычные моменты нас просто в другую сторону увезли. Но ситуация, ладно, была под контролем. И мы все-таки с этим человеком договорились и поехали. И мы вроде все нормально, но происходит ситуация. Мы въезжаем в этот участок, нас там уже ждут. А ждут нас на двух уазиках и на одной буханке. Выходит там несколько людей с автоматами и начинают нам говорить о том, что сюда нельзя. И, в общем, они рассказали про очень интересную историю, что в этом месте случилось интересное событие. Где-то в 2015 году, как утверждают множество событий, сюда рухнул метеорит или что-то похожее на астероид. Но я долго не думая, друзья, зная происходящие моменты, которые происходят в таких событиях. И мы, друзья, начинаем путешествовать все дальше и глубже. Дальше происходят уникальные моменты. Они нас, друзья, пропускают. Пропускают военные. Говорят, хотите, поехали покажем вам то, что вы сюда и приехали. Мы увидели много интересного. Да, непонятно, метеорит упал или астероид, неизвестно. Но самый интересный момент то, что огромная воронка, почти, друзья, как целые футбольные поля, оставил после удара. Они показали, что это было все происхождено именно со стороны Китая, которая летела астероид. Но почему не говорят? Есть множество событий, которые никто не скажет. Да и навряд ли кто покажет, как эти люди. И они сказали, вот это место, что вы хотите увидеть, я не знаю. Но здесь были ученые, они рассказали, что радиация была превыше всего здесь на тот момент. Ну, прошло сколько лет. Я думаю, все исчезло. И они рассказали, что в таких местах происходят уникальные события. Проявление каких-то летающих объектов, которые находятся на высоте почти 150-200 метров от этого места. Я, конечно, удивлен этого, но на самом деле, друзья, есть множество других событий, которые нам не хотелось говорить. Здесь, друзья, происходили странные и нелепые события, которые сейчас происходят. И я думаю, что все это, друзья, неспроста. Есть множество тайн, которые нам не хотят говорить. Реально не хотят. Эти места, которые закрыты от людей, красные.